Каникулы виртуальной пространстве, пандемия коронавируса изменила туристические планы большинства россиян. Под запрет попали детские и спортивные лагеря. И вот здесь предстояло подумать, оставлять детей без досуга. Взрослые не решились. Для юных новорингойцев организовали онлайн-лагерь. Отзывы оказались настолько положительными, что по заявкам желающих было принято решение запустить вторую смену. С подробностями Юлия Шаркова. Захватывающая музыка и множество видеоактивностей. Этот ролик – практически мини-фильм в жанре экшен о лете новорингойских детей. В этом году лагерь они посещали, не выходя из дома. Зарядки, танцы, мастер-классы – все через конференц-связь. Ничего не поделаешь – это современные реалии, вызванные пандемией. И хотя формат не самый привычный, главная цель – увлечь детей удалась. Три недели пролетели незаметно. На горизонте – вторая смена. Мы хотим, чтобы дети, во-первых, чем-то занимались в каникулярное время, это конец лета уже. И хотим, чтобы они побольше узнали о городе. Фишка, которой не было в первую смену, мы ее придумали во вторую. Каждый день – это шаг в пять лет. Мы выбираем символ дня и про него рассказываем. Он будет привязан либо к истории города, либо к истории вообще страны. Путешествие во времени – основная тематика смены. Отчет пойдет от 70-х годов. Памятных дат в истории Нового Уренгоя, да и страны достаточно много. К примеру, Олимпиада 80 и ее главный символ – мишка, улетающий в небо. Детям такие видеокадры точно понравятся. Остается в сердце нежность. Будем песню выречь. До свидания, до новых встреч. Эту и другие важные даты и события детям знать необходимо, но доносить информацию преподавателей, кураторы направлений будут в игровой форме. Всего запланировано пять площадок. Площадка «Романтики Арктики» – это очень веселые хореографические мастер-классы. Площадка «Диалог культуры» – это изо и прикладное творчество. Площадка «Мы родом СССР» – это различные познавательные, развлекательные игры. Добавили площадку «Оспорт и жизнь», где наши тренеры будут проводить какие-то определенные мастер-классы по своим направлениям. И четвертая площадка, пятая площадка – это техно-трансформация, это техническое творчество, различные механические игрушки, которыми увлекались дети Советского Союза. Вторая смена заработает 17 августа. Попасть на нее можно, подав заявку в закрытую группу ВКонтакте «Нур-2020», смена вторая. Присоединиться могут все желающие, в том числе дети из других городов. В этот раз всех воспитанников будут поощрять баллами и бонусами. Так, например, пакет стикеров, разработанный для мессенджера Viber, расширят. Такой онлайн-подход к детскому досугу набирает популярность. В Салихарде на базе окружной национальной библиотеки запустили детскую виртуальную смену в похожей тематике – курсы путешественников во времени. Почему они называются курсы путешественников во времени? Потому что мы учимся путешествовать во времени, узнавая исторические эпохи. Мы выделили несколько исторических эпох, например, каменный век, эпоха античности, средневековья, эпоха научного прогресса, так называемого, 19-20 век. И мы плавно переходим к футуризму, то есть к будущему. После интерактивной лекции у нас по программе идут челленджи, то есть тематические челленджи как раз посвящены темам эпохам. Например, у нас есть такой челлендж – «Созер-челлендж», то есть из подручных средств сделать одежду древних времен. Детям предлагают делать поделки, заниматься спортом, а также учить английский язык. И все в игровой форме, проходя различные временные периоды. Юлия Шаркова, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс».